Дарья Першина На выставке собраны экспозиции, которые посвящены боевой славе соотечественников разных эпох. В качестве арт-объектов реликвии, которые привезли школьные музеи со всего городского округа. Ученики принимают в экскурсии самое активное участие. Вот, например, шестиклассник увидел знакомый предмет. Офицерский планшет времен Второй мировой войны. У меня есть точно такая же на даче, от дедушки досталась. Я знаю, как она выглядит изнутри. Там вы ее открываете, там для карандашей такие лямки, кармашек маленький есть. Музей 9-й гимназии основан в 1961 году ветеранами Великой Отечественной войны. Командир артиллерийской батареи Григорий Зубов и радист Михаил Богданов передали школе свои личные военные вещи. Так появился музей боевой славы 7-й краснознаменной Режицкой гвардейской стрелковой дивизии. С тех пор количество реликвий неизменно пополнялось, а ученики традиционно становились смотрителями музея. Хочет ли кто-нибудь развивать наш музей дальше, после его класса, после старших классов, которые уже через год буквально, к сожалению, покинут нашу школу? Привет. Я со своим одноклассником Богданом и Тимуром. Отлично. Мы сейчас публикаемся этой военной тематикой. Это отлично. Очень много экспонатов, которые их будет очень интересно посмотреть. Многие здесь встретят вещи, которые есть у их дедушек, бабушек, ну, прадедушек, прабабушек. По словам педагогов, интерес в изучении истории страны у детей с каждым годом только растет. Ученики гимназии сами выбирают музеи, которые они посетят с классом. Дети сами просят, и мы сами выбираем с ними музеи из тех, которые предлагает нам государство, из тех, которые предлагает нам школа. Мы путешествуем по разным музеям Москвы и Московской области. Нужно чтить память и наполняться знаниями. В Химках посетить фестиваль школьных музеев и увидеть уникальные артефакты может любой желающий. Выставка проходит в музейном комплексе «Артишок» с 7 ноября по 5 декабря. Спасибо. Владислав Грачев, Андрей Панченко, Вильфрид Димбковский. Новости Химки ТВ. Новости Химки ТВ.